мужики всем привет в этом видосе мы распечатаем движок который мне привезли это двигатель фирмы bright я его не заказывал мне человек привез 17 лошадиных сил в принципе он должен быть точно такой же как и у меня и у большинства самодельщиков так сейчас сделаем по-другому чуть-чуть вот 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 ключи шпонка на глушитель глушится это ключ так посмотрим на повреждения вроде бы и так поставил на верстак чтобы было удобно визуально посмотрел вроде вроде бы повреждений никаких не вижу на ребра вроде все целые пластмассы отломанной что в коробке что здесь я тоже не вижу немножко отличается сам фильтр воздушный точнее вот этот корпус по сравнению с моим да вот так абсолютно то же самое кстати он с электро стартером очень будет удобно сейчас заливаю масло регулирую регулирую клапана сразу регулирую клапана сразу потому что они зажаты я уверен как регулировать клапана видосик вот здесь пожалуйста в углу я все показал рассказал там все понятно как дважды два заливаем бензин и пробуем заводить посмотрим заведется или нет так клапана отрегулированы масло залито прикрутил саму панельку ну вот открыл крышечку посмотреть какой фильтр здесь вот он вот такого плана то есть здесь еще один барашек который уже удерживает сам фильтр вот снял крышку со своего двигателя у меня такой конструкции нет у меня вот здесь просто поролон и все так что брайт брайту все равно разница есть даже вот на таких вот вещах так сейчас проверим что там видно не видно видно заведется не заведется обрезать обрезала опробку что там то ну Что там, хватило? Хватило. Хватило. Завелся, что может не радовать. Еще разочек. Ну вот, мужики. Как говорится, сердце нашего тракторишки забилось. Проведем еще ему регулировки на топливо. Посмотрим, как оно настроено. Холостой выставим. Может даже придется перекинуть пружину, которая подгазовывает. Впрочем, надо все будет проверить. Но это уже на месте, когда он будет установлен. Давайте его сейчас поставим, сварим ему крепление, установим. Ну и посмотрим, как это все дело будет выглядеть уже на тракторишке. Итак, мужики. Поставил двигатель на свое, как говорится, законное рабочее место. Все это теперь выглядит вот таким вот образом. Впрочем, поставил так, как мне нужно. Площадку сделал примитивно, просто. Из сварочных работ абсолютный ноль. Ничего не варилось. Взял два куска швеллера 120-го. Прикрутил вот таким образом. Не именно вот этой стенкой внутрь. Во-первых, для того, чтобы можно было добраться до вот этих нижних гаек. Маховик не залазит там ключом. А с этой стороны все-таки поудобнее. Плюс, какое еще этого положение. Когда мы будем отсюда вести там провода, может шланги, может еще там что. Мы просто заводим и все это дело пошло. И оно не будет касаться никаких вращающихся деталей. Значит, там маховик у нас где-то примерно недостает сантиметр, может полтора до пластины. Шкив выходит вот таким вот образом. Даже когда вот эти два маленьких ручья стоят ближе к двигателю, будем так говорить. Вот и все. Здесь сделал впритык. То есть, когда корзину отодвигаем, просто ее задвигаем, она упирается и отверстия сразу совпадают. Никаких проблем. Все. Сейчас натягиваем ремни. Ролики здесь я натяжные, никакие ставить не буду. Все это будет делаться вот этими двумя, точнее четырьмя гайками. То есть, мы будем натягивать площадкой. Плюс этого крепления. Какое еще? Можно позиционировать двигатель в пространстве. То есть, его наклонять либо в одну сторону, в другую, назад, вперед. Вот, тем самым, правильно настроить шкив по отношению к этому шкиву. Потому что коробку, мог я ошибиться, где-то поставить чуть вверх, чуть вниз. Там это уже... Все равно это делается вручную и здесь никто от этого не застрахован. Ну, тем не менее, вот эти вот болты дают эту возможность настроить двигатель правильно. Все, давайте сейчас натянем и продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот почему я поставил барабан по отношению к корзине на изнанку. Так, чтобы была возможность двигатель как можно ближе сдвинуть вперед. И, соответственно, даже шкивы маленькие ближе к двигателю. То есть, вот здесь как раз-таки двигатель уже не мешает пройти валу для руля. И все это, стоечка будет находиться здесь. Как-то так. Произвел натяжку ремней. Здесь буквально, я не знаю, миллиметров 5 всего подняты. Поднялся, поднялась площадка с каждой стороны. И запаса здесь еще нам на натяжку. Это болты у меня 80-е. Можно было взять 100-е. Но этого достаточно. Все, ремни натянуты. Может, слабо натянуты. Это уже в процессе подтянется. Давайте сейчас заведем. Попробуем. Правда, холодно. Попробуем завести. Можно даже подтянуть чуть-чуть. Прямо так. Я считаю, отлично. Я считаю, отлично. Ну, на этом, наверное, видос можно будет закончить. В принципе, двигатель стоит. Теперь будем ставить сюда стойку для руля. И продолжать уже дальше. Выводить педальные узлы и так далее, и тому подобное. Кому понравилось, не забываем оценивать. Всем пока. С вами был Санек. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok